Добрый день. Как меня слышно? Если вы меня хорошо слышите, поставьте, пожалуйста, в чате плюсик. Замечательно. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Константин Николаевич Костюк, руководителю генеральному директору директ-медиа, руководителю университетской библиотеки онлайн, для приветственного слова по нашему циклу вебинаров. Давайте послушаем Константин Николаевич, а потом я продолжу наш сегодняшний вебинар. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рад видеть вас всех в нашем учебно-методическом центре. Мы уже не первый раз собираем вас для подобного мероприятия. Это, по сути дела, курс повышения квалификации. Ну и пару слов я бы хотел просто посвятить, почему мы вас созвали и что это вам принесет. Ну, во-первых, всем вам, наверное, уже стало очевидным, что электронно-библиотечные системы – это не простые, а комплексные системы. Это не просто чтение книжек, а это часть информационно-образовательной среды. И с каждым годом мы даемся вам в этом убедиться. Мы развиваем новые сервисы, интересные возможности. И любая информационная система, которая работает в УЗИ, развивает образование, она должна быть вот такой. Ну, подобно АБИСам информационно-автоматическим библиотечным системам. Вы знаете, что очень много возможностей. И главное, что они не стоят на месте, их нельзя просто изучил и знаешь. А они постоянно возникают. Мы, собственно, постоянно ищем такие новые возможности, ловим новые ноу-хау, которые встречаем в мировой практике, у зарубежных производителей, у наших. Ну и, разумеется, что-то придумываем сами, вот как это должно у нас быть, как это будет органично выглядеть в нашем образовательном процессе. Таким образом, цели, которые стоят и перед нами, и перед вами в нашем цикле вебинаре, это, во-первых, повысить свой профессионализм, компетентность в работе с подобными системами АБС, не только с нашими. Мы знаем, что разница от того, как библиотека подходит к АБС, приводит к колоссальной разнице в различии активности использования. У нас есть вузы, которые в десятки раз превышают другие вузы по активности использования. Ясно, что это во многом заслуга именно библиотеки, а не нас, поскольку мы даем возможности, равные для всех. Ну, а вторая цель, которую мы преследуем, то, чтобы вы поближе познакомились с тем, что мы создаем для вас, для университетов. Это постоянный интенсивный процесс разработки. Каждый год наша АБС не похожа на то, что она была в прошлом году. Ну, и этот год мы очень интенсивно работали. Я надеюсь, что вы это оцените. Ну, во-первых, вы познакомились с новым дизайном, который мы попытались упростить и сделать удобнее для использования. Ну, и с целым рядом новых сервисов. Наиболее громкий, на который мы делаем ставку, это рекомендательный сервис книгообеспеченности. Для него будет посвящен отдельный вебинар. Ну, кратко скажу историю его, потому что на него мы, наверное, потратили больше всех сил. Однажды, разговаривая с директором одной из вузовских библиотек, вот она выразила такое пожелание, чтобы мы уже сразу при тестовом доступе в библиотеке показывали все заполненные дисциплины по книгообеспеченности. То есть, чтобы уже при подписке можно было видеть, что вуз покупает и что он получит реально для своих предметов, которые в нем преподаются. В общем, тогда я к этому отнесся скептически, и там, и сказал, ну, что же, как вы вообще можете такое придумать? У вас там сидят люди, это там не один даже часто в вузе, чтобы заполнять вот эти предметы. То есть, это работа колоссальная. Но, тем не менее, вот над этой идеей в дальнейшем уже не первый год мы думали, как это сделать. И, в конце концов, пришли к реализации вот именно той задачи, которая была тогда поставлена. Как сделать так, чтобы практически сразу была видна вот эта карта книгообеспеченности, эскизная или талонная, как ее назвать, которая экономит колоссальный объем работы вузовским библиотекам. Вот такие вот инновационные сервисы мы стараемся создать, вас порадовать ими. Вы увидите, что движение идет сразу по многим направлениям. Ну, во многом это работа как бы с контентом вуза и пополнением его. Мы продолжаем также динамично пополнять, как и прежде. Ну, а второе направление – это информационные сервисы, причем обеспечивающие самые разные категории пользователей. И вот, в частности, вы увидите, что один из тоже ключевых новых категорий пользователей – это авторы. Авторы как преподаватели. И вот сейчас и студенты становятся тоже авторами. Во всяком случае, мы будем помогать им такими стать. В общем, все эти новые возможности, я надеюсь, мы хоть кратко, но успеем вам рассказать в нашем курсе. Ну, а сейчас еще раз приветствую. Желаю, чтобы самая главная цель была выполнена, чтобы вам это было интересно. Потому что все-таки мы с вами строим вместе эту новую информационно-образовательную библиотечную среду. И, разумеется, нам очень важна обратная связь, ваши пожелания, ваши советы, чтобы мы с вами работали как равные партнеры. Еще раз благодарю за внимание, за то, что вы все пришли. И желаю вам хорошей, удачной работы. Здравствуйте, Константин Николаевич. Ну что ж, продолжим наш сегодняшний вебинар. Я забыл представиться. Меня зовут Калиников Павел Юрьевич. Я руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа. Еще раз хочу обратить внимание, что сегодня наш вебинар первый в ряду. Остальные вебинары вы видите, какие будут проходить, и в какие даты, в какое время. Для тех, кто зашел позже, повторяю, в самом начале чата есть ссылочка на страничку, с которой можно зарегистрироваться на любой из этих вебинаров. И еще я хотел бы сказать, что, как и в прошлый раз, когда мы проводили наш цикл вебинаров, мы приняли решение активным посетителям наших вебинаров, слушателям наших вебинаров, выдать сертификаты о участии в этом нашем цикле вебинаров. Ну, по требованию, разумеется, не насильно, а тем, кто захочет и напишет после пятого вебинара о своем желании иметь сертификат. Для того, чтобы получить сертификат, надо присутствовать хотя бы на четырех из пяти вебинаров. В этом случае вы считаетесь активным пользователем, активным слушателем наших вебинаров, и по вашему желанию получите такой сертификат. Ну что ж, давайте пойдем по нашей теме. Пару слов о нас. Мы занимаемся разными видами контента уже очень давно, как минимум с 2002 года, когда мы в качестве издательства Direct Media Publishing занимались изданием компакт-дисков, выпустили несколько сот компакт-дисков по разным направлениям искусства и культуры. Собственно, университетская библиотека образовалась в 2007 году. У нас было еще несколько проектов. Один из значимых проектов в 2009 году мы начали совместный издательский проект с «Комсомольской правдой». Светлана Константиновна, коллеги, напишите, пожалуйста, кто-нибудь в чате, что да, запись будет и будет на нашем видеопортале на YouTube. Да, наш издательский проект с «Комсомольской правдой». Вышло достаточно много красивых изданий, общим тиражом почти 10 миллионов экземпляров. Это лучшие музеи, художники, скульпторы и так далее. Ну и в 2013 году у нас открылся «Библиоклуб». Это такой интегрирующий сервис по всем нашим сайтам, который объединяет нашу университетскую библиотеку, библиотеку, наш магазин электронных книг и многие другие проекты, которые у нас есть в единую систему. Ну, разумеется, наш ведущий бренд – это университетская библиотека онлайн. Это главное, во что мы вкладываем свои силы и ради чего мы здесь собрались. Я не буду долго говорить о нашей библиотеке, расскажу только вот несколько цифр. Более 450 вузов являются нашими подписчиками. Мы интегрируем более, агрегируем более 400 издательств. Из них более 100 издательств вузовских. Наша потенциальная аудитория – почти 2 миллиона учащихся. Ну, на этом больше не будем. Интегрируем. На этих цифрах не будем больше останавливаться. Наверное, вы их знаете. Я хотел бы тут несколько слайдиков вам показать, перед тем, как начать разговор о новшествах. Вот мы сконцентрировали наше отношение к своим пользователям вот в этих шести слайдах. В слайдах, в которых мы признаемся в любви к разным категориям наших пользователей. Ну, прежде всего, это студенты. Их почти 2 миллиона человек. Для них все богатство нашего контента, удобный функционал, масса дополнительных возможностей, такие как интернет-магазин, система дистанционного обучения, мультимедийный контент и так далее. Разумеется, мы любим наших преподавателей, без которых работа в ЭБС не строится, потому что они являются тем крючком, на которые студенты, через которые студенты попадают в нашу систему. Преподаватели нас интересуют. Для них у нас расширенный функционал и много разных сервисов существует. Разумеется, мы любим наших библиотекарей, для которых самый богатый функционал в нашей системе существует для библиотекарей и ради них. Не буду здесь все перечислять. Это, наверное, заняло бы несколько минут только перечисление всего функционала. Мы любим издателей, в том числе вузовских издателей. И мы готовы сотрудничать с вузом на очень выгодной основе, если есть у вас издатели, которые будут интересны нам и другим нашим пользователям. Разумеется, нам интересны и отдельные авторы, не только издательства, у которых мы можем купить права, но и авторы, если им принадлежат права. И мы готовы предоставить авторам самые выгодные условия для помещения книг в нашу электронную библиотечную систему. Ну и, наконец, мы любим IT-персонал, которому создаем гибкие условия для подключения нашего ресурса, доброжелательный хелп-деск и так далее. Ну что ж, и вот примерные темы. Это не исчерпывающаяся тема, но, тем не менее, я попытался их вот в таком списочке перечислить, о чем мы сегодня будем говорить. Это новый дизайн ЭБС, книгообеспеченность, электронное обучение, новые показатели ЭБС, открытые проекты Директ-медиа, энциклопедиумы, арт-отека, вопросы публикации ВКР-студентов в ЭБС, вопрос ЭБС для слабовидящих, вопрос популярных авторов, авторах брендов, статистика по каунтеру, немножко расскажу о нашем видеоканале на Ютьюбе, и другие вопросы, такие как отображение периодики, аудиоколлекции, Федорус, Шкалотека и так далее. Ну что ж, начнем прямо по списку. Наш новый дизайн. Наш новый дизайн появился в бета-режиме, в фоновом режиме весной этого года. И с сентября этого года он стал ведущим. Наш новый дизайн отвечает всем требованиям современного дизайна. Он плоский, не вычурный. Теперь проще стало добраться до любых наших разделов. В общем, он стал удобнее. Ну, давайте вкратце остановимся на том, что вы можете увидеть на главной странице. Вот я тут пронумеровал. Сверху вы видите строку «Доступ к различным нашим проектам». Кроме университетской библиотеки онлайн, это прежде всего наш интернет-магазин, система дистанционного обучения, арт-портал, бизнес-библиотека и так далее. Ниже, под номером 2, это поиск. Ну, куда сейчас без поиска деться? Я считаю, что это главный инструмент в нашем в нашей электронной библиотечной системе без поиска. Сейчас просто некуда деваться. Поиск у нас как простой, так и расширенный. Не будем об этом сейчас долго говорить. Под номером 3 у нас идут ваш личный кабинет, статистика и прочие другие вещи, которые в которых объединяется специфический функционал, зависимый от той роли, которую вы играете в системе. Если вы библиотекарь, то у вас, соответственно, функционал наиболее расширенный и вот именно там вы можете получить все расширенные функции. Основной функционал идет ниже. Это под номером 4 это разделы контекста, разделы контента. Это четвертый и пятый пункты. Пятый более подробный это рубрикатор. Шестой пункт это прямой доступ к наиболее важным разделам. Ну и под седьмым пунктом это идет предложение задать вопрос, выход на нашу техподдержку в любой момент, в реальном времени вы можете зайти, ну не ночью, конечно, когда у нас в Москве светлое время суток, но с раннего утра и практически до позднего вечера вы можете воспользоваться в реальном времени этой техподдержкой и задать вопрос прямо в окошечке. Далее да, если плохая связь, обязательно будет запись и запись появится, я думаю, через один-два дня будет появляться запись на нашем учебном портале, видеопортале на ютубе. Нижняя часть нашей страницы это новости. Обязательно смотрите всегда наши новости, потому что все наши новшества, все объявления, в том числе о мероприятиях, таких как, например, наши вебинары, да, оно всегда проходит по новостям и вы всегда можете черпать оттуда свежую информацию. Под номером два это обширный подвал, в нем есть переходы на те пункты, которые наверху нашего сайта, на которые нет переходов. Это одни из важных, это, например, тематические и издательские коллекции. Вы можете перейти отсюда. Вот это сейчас я нарисую, где находятся эти пункты основные. На них можете перейти. Ну и вы можете перейти на старую версию, а также перейти отсюда на наши представительства в социальных сетях. Ну, в частности, я вас призываю, кто из вас есть в Фейсбуке, читать нашу страничку на Фейсбуке. Ну и вот я хотел бы привести тоже пример, как отсюда вот из из вот этого подвала можно перейти к тематическим коллекциям. Это контент, который собран по определенным вопросам, удобным для дальнейшего усвоения. То есть это не жанровое разделение и не разделение по направлениям, по научным направлениям или учебным, а произвольное собрание контента по каким-то тематическим вопросам. Очень удобно, милости просим. Такой раздел есть и в ЭБС, и в нашем интернет-магазине для скачивания тоже. Причем в интернет-магазине покупка коллекции, конечно, во много раз удобнее, и дешевле обойдется, чем покупка по отдельности разных книг. Ну и мы полностью переработали наш ридер. Теперь не буду описывать все эти пункты. Он очень удобный, он не бросается в глаза, нет у него выпуклых иконок, как раньше было, все плоско и стильно. Второй пункт это книгообеспеченность. Собственно, после того, как Настатин Николаевич сказал, мне мало что остается добавить. Я думаю, что подробно здесь не будем говорить об этом, так как у нас специальный вебинар будет этому посвящен. коллеги, я вот смотрю, вот уже несколько человек пожаловались на плохую связь. Подскажите, пожалуйста, а есть те, у которых хорошая связь или связь у всех плохая? Ну, да, я надеюсь, что это все-таки связано не с общей поломкой нашего вебинара, а с каналом на той стороне. Ну, да, я еще раз хочу сказать, вам будет доступна запись, разумеется, и вы ее сможете посмотреть в хорошем, нормальном качестве. Спасибо. Ну, собственно, вот рекомендательная книга «Обеспеченность» это, я считаю, ну, революция не революция, но это вот, это дань современности, да, современному подходу к информационному обеспечению любого ресурса. Дело в том, что как бы не были умны и продвинуты наши сотрудники, все равно коллективный разум, он всегда лучше, чем любой разум отдельный, да, то есть на основе коллективного разума всегда сделать можно больше. поэтому если вы видите, вот, как вот в этом вот примере, да, вот я обращаю ваше внимание, вот, вот эта зелененькая подсветочка и циферка 4, да, это означает, что вот эту книжечку в в эту дисциплину поместило 4 вуза из числа, ну так, в кавычках сертифицированных, да, тех вузах, которые, ну, которым есть повышенное доверие, скажем так, да, так вот, вот такая циферка означает, что вот, как бы, разумеется, на эту книжку надо обратить внимание, и сразу видно, что эту книжку можно присоединять и к себе, если у вас такой же подход, как у этих вузов, а вот это число, оно говорит о том, что этот подход видимо верный, да, то эту книжечку можно использовать. И вот такие возможности, они, конечно, сильно повышают, вашу вероятность быстро сформировать книгообеспеченность для своих специальностей, которые есть в вашем вузе. Ну, да, разумеется, у нас все хорошо, все результаты у нас всегда, ну, практически все результаты, которые вы видите в своем кабинете, вы можете выгружать в Excel, разумеется, это полезно, да, потому что в любом ресурсе, который является интернет-ресурсом, да, можно сделать любые операции, но таких возможностей, как Excel, не может предоставить ни один интернет-сервис, да, интернет-сервис. если вам нужна глубокая обработка данных, вы всегда выгружаете в Excel и работаете. Ну, это касается, разумеется, книгообеспеченности тоже. Несколько слов об электронном обучении. Мы интеграторы контента, но мы интеграторы не только книжного контента, но и многих других форм. и мы идем дальше. Мы знаем, что вопрос электронного обучения столь же актуален в ВУЗах, как и вопрос электронных библиотечных систем. Поэтому мы занялись и этой тематикой тоже. У нас в настоящее время реализована среда обучения на основе Moodle 2.8, одна из практически новейшая версия Moodle. И в ней находится некоторый контент, который можно арендовать. Сейчас я немножечко подробнее расскажу об этом. Это курсы различных ВУЗов. В ней находятся тесты и в ней находится возможность преподавателям ВУЗа самим войти и бесплатно создавать свой собственный ВУЗ с надеждой на дальнейшую его конвертацию и монетизацию. Что у нас для этого есть? Что касается учебного контента, у нас есть возможность купить его или арендовать. Это не наш контент, это контент, который мы взяли у ведущих ВУЗов и который мы агрегируем. это сотни ВУЗов, сотни курсов и тестов от ведущих производителей контента. У нас есть тесты, сделанные нашими же авторами, по примерно около сотни тестов с общим объемом базы 42 тысячи вопросов. Кстати, насчет этих тестов хочу сделать вам предложение, которое мы недавно сформулировали у себя. Попробуйте эти тесты в бесплатном режиме, начиная с 1 декабря этого года до 1 февраля будущего года. Тесты будут в открытом доступе. Вы можете по запросу адрес я вам сейчас дам, он будет на одном из слайдов, по запросу зайти в нашу систему, посмотреть эти тесты и при желании воспользоваться ими. Как я уже говорил, наша система Moodle это не просто хранилище контента, но и возможность для ваших преподавателей попробовать впервые войти в среду электронного обучения, ну или может быть не впервые, кто имеет какой-то опыт, и создать свой собственный курс. Что для этого есть? Во-первых, я хотел бы познакомить вас с адресами. Все адреса, которые есть в данной презентации, будут доступны вам через скачивание презентации. Я совсем забыл сказать, что вы все можете скачать презентацию и использовать ее. в ней будет некоторое количество URL- ссылок, которые можно будет попробовать из презентации прямо. Кто в вебинарной системе впервые или, может быть, никогда не сталкивался, значит, я хочу сказать, откуда можно скачать презентацию. Вот примерно указываю направление, да, справа от слайда есть область, которая называется общедоступные ресурсы. Если она у вас не включена, обратите внимание, сверху есть ряд кнопочек у вас. Одна из кнопочек изображает папочку желтенькую такую. Если вы на нее нажмете, то у вас отобразится вот это правое поле. И на этом правом поле есть изображение дискетки с надписью названия сегодняшней презентации. Вот нажав на эту дискетку, вы можете скачать презентацию и использовать ее потом в своей работе. Кстати, вы сможете ее использовать не только для того, чтобы воспользоваться этими ссылочками, но если у вас возникнет необходимость сделать презентацию по нашему ресурсу в рамках вашего вуза, тоже можете использовать эту презентацию со ссылкой на нас. Наше электронное обучение это среда, которая рассчитана прежде всего на преподавателей ваших вузов, которые хотят стать авторами электронного учебного контента. что у нас для этого есть? Мы не просто позволяем людям зайти и копаться в Мудле, пробовать чего-то делать. У нас есть бесплатный электронный учебный курс, который ведет один из лучших специалистов в области электронного обучения и в частности в области SDO Moodle Юрий Николаевич Белоножкин. Он ведет вот этот курс бесплатный, ссылочку вы видите. Если вы попросите записаться на этот курс, то сможете пройти его, это видео курс и задать ему вопросы, которые у вас возникнут. Кроме того, у нас есть ряд платных курсов, которые мы реализуем более глубоких. Это, например, курс реализации образовательных программ с применением электронного обучения, на примере LMS Moodle, а также еще несколько курсов по электронному контенту. Это профессиональная разработка электронного учебного контента и учебное видео в электронном обучении. Вот эти курсы ваш ВУЗ может заказать для своих преподавателей как юридическое лицо, а также эти курсы с периодичностью примерно раз в год в полгода возникают и в виде для физических лиц, когда уже преподаватели выступают как потребители этого курса. Очень хорошие курсы, как те, которые ведет Белоножкин, так и последние два курса веду я. У нас очень хороший опыт проведения этих курсов. Эти курсы находятся на острие контентного строительства и очень много дают преподавателям. Поэтому милости просим на наши курсы. Ну и пойдем дальше. Значит еще одно новшество это показатели ЭБС. Ой, да, вот в электронном обучении это осталось от предыдущего слайда, прошу прощения. это показатели ЭБС. Показатели ЭБС теперь у нас не содержат напрямую тех показателей, которые раньше необходимо было обеспечить по приказу 1953, но зато содержат все то, что вам удобно знать для собственной отчетности и то, что содержится в ЭВГОСе 3 и 3+. Ну вот вторая часть, например, это то, что позволяет получить это технические параметры, да, первая часть была связана с составом и характеристикой доступного фонда. Я думаю, что те из вас, кто, ну, разумеется, если среди нас сейчас присутствуют не только руководители или работники библиотек, но и преподаватели в своем функционале они этого не увидят. Да, мы сейчас во многом будем говорить о том функционале, который доступен только в роли корневого пользователя библиотекаря. Вот такой вот, значит, такие новшества изменены наши показатели ЭБС. Теперь об открытых наших проектах расскажу. Есть у нас два открытых проекта. это энциклопедиум и арт-портал про энциклопедиум. Это проект, который интегрирует почти полтора миллиона статей из почти миллиона, ой, из почти тысячи различных источников. это открытый проект. Почему мы, кстати, об этом говорим, кроме всего прочего? Надо иметь в виду, что эти открытые проекты, они являются проектами образовательными. Они, конечно, играют дополнительную роль в образовании, это не учебник, но, тем не менее, вот эти проекты, они позволяют активнее использовать энциклопедическую литературу, а также архив, иллюстративный архив по искусству в обучении. А вы знаете, что сейчас даже студенты, может быть, даже студенты лучше знают, что без иллюстративного ряда ни одна контентная работа уже не смотрится сейчас в интернете. Вообще подчас кажется, что основная информация часто дается уже в подписи к картинкам, а не, собственно, сама по себе. Вот поэтому, но это я уже перешел ко второму проекту, а пока давайте об энциклопедиями поговорим. Да, как я уже сказал, вот цифры примерно такие. При таком количестве статей у нас, ну, кто знаком с энциклопедическими ресурсами, почти везде есть так вопрос навигации, да, потому что по полутора миллионам статей, конечно, очень трудно ходить. Поэтому вот у нас такая вот простая трехуровневая навигация, включающая буквенные тетрады, потом, собственно, название статей и переход на сами статьи. Статьи у нас, да, ну, у нас релевантный поиск с использованием сниппетов. формат издания у нас как текстовый, так и PDF-ный. Если издания PDF-ные, то у нас есть простой и удобный просмотрщик онлайн, онлайн просмотрщик PDF-изданий, в котором очень легко смотреть энциклопедии, энциклопедические и справочные издания. Ну, и по поводу арт-портала. Вот, зайдите, пожалуйста, посмотрите, очень интересно на нашем сайте ArtBiblioclub.ru Очень просто представьте арт к нашему к тому названию сайта, который вы все знаете. Что у нас там есть? У нас там есть более 64 изображений, 5000 авторов из 3000 различных музеев. Ну, вот, краткий перечень стилей, направлений и жанров. Их гораздо больше реально там, да, по каждому из них можно, есть, разумеется, поиск, есть рубрикатор, а есть еще вот такая вот вещь, на которую я хотел бы обратить внимание, это подпроект, который, может быть, вырастет в отдельный проект, проект артотека, который мы хотим, чтобы он работал на подписной основе, но вот пока до 1 декабря все, что там сделано, все свободно. это набор красочных лонгридов, то есть длинных страниц, длинных подборок изображений, в каждом из которых от нескольких десятков до полутысячи и более даже изображений. Я хотел бы даже сейчас вам дать один из таких проектов посмотреть, сейчас я вам кину ссылочку в чат. Эти подборочки, они составлены по всем правилам построения контента современным, с полноэкранными изображениями, с интерактивом, с возможностью просмотра изображений через вот такой механизм, который называется таймлайном или шкалой времени, на которой ложатся все изображения наши. Посмотрите, это будет интересно, и я думаю, что это будет возможно, вам это понравится для использования в вашем ВУЗе или лично вам. следующий вопрос большой, и опять же этот вопрос настолько большой, что будет освещен в отдельном вебинаре, последнем нашем вебинаре. Обращаю ваше внимание, этот вебинар будет читать Константин Николаевич сам, настолько это важное новое направление, что последний вебинар, это, наверное, достаточно будет символично, что наши вебинары будут завершать руководитель нашей университетской библиотеки онлайн. Откуда это все пошло? Пошло от наших нормативных документов с 1 января 2016 года в соответствии с приказом Миноборнауки необходимо обеспечить возможность публикации выпускных квалификационных работ студентов в электронных библиотечных системах вузовских. Соответственно, мы обеспечили такую возможность. Теперь в личном кабинете студента есть возможность публикации. публикации. Вот она, это вкладочка моей публикации, через которую студент может опубликовать свои работы. С ним заключается авторский договор, не на бумаге, а просто студент соглашается с некоторыми пунктами, с некоторыми требованиями нашими, он просто ставит галочку и подтверждает свое, акцептует свое согласие с договором. В этой вкладочке студент может формировать свое портфолио. Также вот так производится примерно заполнение анкеты и подписание договора студентам. Будет ли размещение материалов ФБС считаться публикацией? Ну, все зависит от дальнейшей судьбы этой работы. Если она пройдет этап рецензирования, то она вполне может считаться и публикацией тоже. Более того, если это классная работа, то в общем-то речь даже идет о возможности монетизации этой работы. Но я думаю, что подробнее об этом расскажет Константин Николаевич на последнем вебинаре. Я не хотел бы здесь говорить об этом очень подробно. Просто хочу упомянуть как одну из возможностей новых, которая появилась в течение текущего года. Даже в сентябре она появилась у нас. Да, ну и на основе вот этих вот работ ВУЗ может заказать дополнительный сервис, это база данных учебных работ, в которой уже с этими работами можно будет иметь полный контроль над этими работами, что они, где они, какая статистика и так далее. следующий пункт это ЭБС для лиц с ограниченными возможностями. Как известно, в соответствии с ЭФГОСом 3+, ВУЗ должен обеспечить я вот может быть сейчас даже зачитаю это обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными или электронными образовательными ресурсами в формах адаптированных к ограничениям их здоровья. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема передачи информации в доступных для них формах. Вот такое требование есть в ЭФГОСе 3. Что у нас для этого есть? У нас есть для этого ну, во-первых, для плохо видящих, да, но не для полностью потерявших зрение есть масштабирование воспроизведения книги, когда книгу можно сделать просто очень большой и смотреть ее в том масштабе, в котором необходимо. Есть, в том числе для лиц полностью потерявших зрение, есть такой большой у нас раздел, включающий несколько тысяч наименований, более двух, по-моему, около трех тысяч наименований, раздел аудиоучебников, когда учебники можно воспринимать на слух. конечно, это касается в большей степени учебников гуманитарного направления. Ну, и кроме того, я хотел сказать, что у нас у большинства современных учебников есть достаточно хороший текстовый слой в PDF, который пригоден для воспроизведения автоматического воспроизведения вслух при помощи специального программного обеспечения, либо для загрузки в так называемые тифлоплееры с той же самой целью это отдельное устройство уже, с той же самой целью воспроизведения в звуковой форме. Еще одно наше небольшое, но достаточно удобное новинка это выделение так называемых авторов брендов. Теперь у нас в списке наших авторов, когда вы их получаете, например, нажимая на какую-нибудь букву алфавита в нашем интерфейсе, ряд авторов наиболее востребованных, наиболее известных входит ли аудиоучебники в базовую коллекцию. Насколько я помню, для всех вузов с подпиской более 300 тысяч рублей они входят, ими можно свободно пользоваться, все аудиоучебники входят. что касается авторов, значит, итак, мы выделили авторов наиболее известных и наиболее востребованных, и сделали для них вот такое расширенное описание, когда вы на них нажимаете, вы попадаете, но сначала вы видите статью об этом авторе, достаточно подробную биографическую, вот, например, я выбрал Герцена Александра Ивановича, для него очень длинная статья, большая есть, кроме того, кроме книг автора, размещенных в ЭБС, помещены также ну, по возможности все книжки автора, которые вся его библиография, все, что он выпустил, и вы можете сравнить, что есть вообще у автора, что есть у нас, и при необходимости может быть спросить о тех книжках, если востребованы какие-то иные книжки, дать нам информацию о том, что вот другие книги этого популярного автора бренда тоже должны быть представлены в нашей электронной библиотечной системе. Статистика по каунтеру тоже важный пункт. Ну, давайте сразу отвечу на вопрос. Во-первых, данная возможность у нас уже реализована, но пока не в рамках собственной ЭБС, а в рамках нашей системы дистанционного обучения Moodle, в котором реализована возможность портфолио. Ну, с другой стороны, я хочу сказать, мы будем развивать это направление и в ЭБС тоже. Хотя, конечно, что такое электронное портфолио, есть разные точки зрения, есть более упрощенный подход к этому понятию, есть более сложный, по крайней мере в ЭФГОС он точно не определен, насколько я помню. Будем мы развивать это направление точно и портфолио у нас появится. Пока его нету вот в прямом вот таком вот виде, в продвинутом виде, в ЭБС, но он обязательно будет. И если оно очень уже надо, то оно есть в нашей системе Moodle. Про каунтер. Ну, как известно, у нас в ЭБС есть масса разных видов статистики, статистика контента, статистика контингента и так далее. Но кроме тех видов статистики, которые мы сами по своему усмотрению ввели в нашу систему, у нас появилась и статистика по международному стандарту каунтер, которая теперь позволяет выгружать статистику контента в соответствии с этим стандартом. Ну, вот где она. Если кто-то кто-то еще не видел, то если вы входите в вкладочку статистика, то среди прочих форм статистики теперь появился вот такой вот пункт, по которому вы можете тоже запросить определенные отчеты. Всего существует 9 форм отчетов. Вот они вот здесь вы можете их выбрать. Как обычно, вы сначала вводите начальный период времени и конечный период времени, за который вы хотите это получить. Можете также опционально ввести ID пользователя, по которому вы хотите получить эту информацию. Если не вводите, соответственно, по всем пользователям будет информация, ну и получаете эту информацию либо и получаете эту информацию в виде Excel табличек вот по вот этой вот по вот этой вот кнопочки. Ну, сами эти таблички я вам не буду показывать. Это 9 различных вариантов форм отчетности по каунтуру вы можете выгрузить. Хотел бы коснуться такой еще стороны нашего участия в информационном пространстве мировом. У нас есть достаточно хороший продвинутый видеоканал, на котором мы стараемся выкладывать любую видеоинформацию, которую мы порождаем. А такой информации достаточно много. Ну, в частности, сегодняшний вебинар через день или, может быть, даже через несколько часов будет выложен на наш видеоканал. И для тех, кто интересуется, я прямо покажу, куда он будет выложен. Раз уж это у нас сейчас идет такая тема, да, он будет выложен вот в этот плейлист, где вы, кстати, можете найти массу других интересных вебинаров, которые нами велись за последние полтора года. Кроме того, у нас на нашем видеоканале фиксируются записываемые на видео, ну, если такая запись велась, наши выступления на различных конференциях, семинарах, прочих внешних мероприятиях. и на нашем видеоканале расположено достаточно большое количество учебных видеороликов по всем релевантным темам, которые мы поддерживаем. Ну, прежде всего, это сама университетская библиотека онлайн, ее функционал, ее интерфейс. Во вторую очередь, это электронное обучение, система Moodle и все, что с ней связано. И в третью очередь, вот недавно у нас открылась рубрика, я призываю вас посмотреть, что там есть, рубрика, которая называется «Практикум автора учебного контента». Эту рубрику мы открываем прежде всего для преподавателей, которые хотят быть в курсе того, как разрабатывать современный контент, современный видеоконтент, современный мультимедиа современный интерактивный контент. И там размещается и каждый месяц будет размещаться некоторое количество новых роликов, которые могут помочь, учебных роликов, которые могут помочь автору в разработке его контента. Ну и последнее это вот так вот уже россыпью. да, ну вот наш видеопортал выглядит примерно так. Заходите, пользуйтесь, пожалуйста, и подписывайтесь обязательно на него. Напоминаю, что в самом начале чата есть ссылочка на через которую вы можете попасть и подписаться на наш видеопортал. так, немножко смешались, да. Да. Итак, последний наш пункт россыпью несколько наших новшеств. Я не хотел бы говорить, что они мелкие, но просто про все новшества, наверное, в пределах нашего сегодняшнего часа рассказать было бы невозможно. Ну, первым пунктом идет у нас периодика. Мы теперь агрегируем периодику в выпуске журнальной. Если раньше у нас каждый выпуск журнала шел как отдельное издание, то теперь мы их агрегируем по номерам, по годам, как это с периодикой собственно и удобно делать. Кнопка периодика, напоминаю, находится на главной странице нашего сайта, выбрав журнал, выбрав эту кнопочку, вы попадаете на список журналов и оттуда можете попасть вот к такому-то, такому вот примерно экранчику. Следующий пункт это аудиоколлекции. Аудиоколлекции существуют в нашем интернет-магазине и добавляются к тем электронным книжкам, которые вы там можете купить. Я уже упомянул, что в нашем интернет-магазине есть точно так же, как и в ЭБС, есть тематические коллекции электронных книг, а теперь к ним добавляются еще и тематические коллекции аудио, аудиокниг. тут совершенно смешные цены, по которым можно приобрести огромное количество аудиоинформации, поэтому зайдите, посмотрите, я думаю, не пожалеете. Принцип коллекции это такой современный принцип, по которому сейчас работают многие контентные источники в интернете. Смысл в том, что у современного человека, конечно, нет возможности, ну, не конечно, а вот так складывается наша медийная обстановка нынешняя, что нет возможности по одной выбирать интересующие его контентные единицы, ему удобно, когда ему предлагают целую коллекцию, в которой находится многое из того, что ему было бы интересно. Вот и все о аудиоколлекциях. еще хотел бы сказать, что у нас теперь есть интеграция с сервисом Fedorus и те, кто подписан на этот сервис, могут входить теперь в нашу систему через вот эту ссылочку. У нас существует прозрачный вход и не надо теперь выводить свой логин и пароль, если он у вас есть в Fedorus. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, это наш новый сервис, который называется Библиошкола или Школотека Библиоскул.ру. Это наш ресурс для школ, ну и он может быть частично удобен также средним учебным заведением, средним специальным учебным учебным заведением СУЗом. Вот это выборка нашей литературы для школьников и вот с этим ресурсом мы тоже будем работать. Не уверен, что кому-то из вас это будет интересно вот именно в плане ВУЗа, но имейте ввиду, что такой сервис у нас есть и если встанет вопрос, если у вас есть какая-то школа, имеющая отношение к вашему ВУЗу или СУЗ какой-то, то обратите их внимание пожалуйста на этот сервис. Ну что ж, вот ровно истек наш час и ровно истекли все наши сегодняшние темы. Я готов ответить на ваши вопросы и еще раз хочу напомнить, что мы ожидаем вас на следующих наших вебинарах. Коллеги, Татьяна Анатольевна, эта информация была отнюдь не подробная, спасибо вам за спасибо, а обзорная, да, но просто вы знаете, вот у нас вот пять вебинаров, а по-хорошему, чтобы рассказать о всех возможностях системы, ну, наверное, нужно 20, да, поэтому мы только некоторые темы главные берем за базовые и их рассматриваем. Коллеги, вам тоже всем спасибо. Хорошо, что вас здесь собралось сегодня с полсотни человек. Мы будем ждать. Коллеги, я очень прошу руки не поднимать, а в чате писать, потому что у нас могут быть проблемы с аудио включениями. Ну, что ж, коллеги, я вас всех жду через два дня на нашем втором вебинаре, который будет посвящен личному кабинетом библиотекаря. Тоже скажу, я постараюсь там рассказать вам более подробно о кабинете библиотекаря, но, опять же, это будет не по верхам, конечно, но это будет все равно некий обзор, потому что многие темы требуют более глубокого погружения. спасибо вам, коллеги, за ваше внимание. Я ухожу из эфира и еще в течение пяти минут останусь в чате, если вдруг возникнут новые вопросы, я на них отвечу. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок